21 век. Нейросети и световые объекты все больше охватывают сферы нашей жизни. От культурной до технической ее составляющей. Так и третий по счету фестиваль мультимедийных арт-объектов НУР захватывает данную тему как тему новой эры в современном искусстве. В Казани стартовал международный фестиваль медиа и искусства НУР. Его ключевая направленность – создание новой уникальной реальности. Мероприятие объединяет 150 медиахудожников из более чем 28 стран мира, а его действия охватывают 10 локаций в Казани. В основную программу события входят не только инсталляции световых арт-объектов, но и образовательные лекции, где каждый может узнать, как развить свои навыки в мультимедийной сфере в рамках искусства новой реальности. Это третий наш фестиваль, фестиваль медиа и искусства. Со всего мира приехали художники. Благо у нас в России самые сильные художники в мире, медиахудожники, они признаны во всем мире. Они к нам приехали, 13 инсталляций по городу, большая образовательная программа от самых профессионалов, самых топов мира искусствоведения, искусства, культуры, музыки, света, звука и так далее. Все спикеры раскроют, что такое свет, что такое цвет, что такое мультимедийное искусство, что такое культура, массовая культура, элитарная культура и так далее. Например, после открытия фестиваля в Национальной библиотеке прошел лекторий, где эксперты рассказали о современном искусстве, нейросетях и о том, как монетизировать свое творчество. На одной из таких лекций выступил арт-директор компании «Архитекция» Глеб Иванов. Спикер рассказал о том, как устроено современное производство арт-объектов и как пройти путь от обычного рекламного баннера до крупномасштабных инсталляций. Основные инсталляции проходили в десяти локациях. Мы побывали в экстрим-парке «Урам», где свою композицию представил дуэт русских художников Broken Composers. Они воплотили в жизнь идею совмещения природы и технологий в виде лазерных полей. Композиции автора отразили историю своего детства. Еще будучи детьми, они разъезжали на скейтбордах по травянистым оврагам и скалистым горкам. Именно поэтому видение художника лазерных зеленых проекций на скейт-площадке переросло в целую картину. Фестиваль НУР является международным. Помимо русских авторов, в соседнем павильоне парка свой проект представил дуэт американских художников Эхи Синдито. Напомним, что локации НУРа размещены по всему городу. Посмотреть освещенную проекциями Спасскую башню или световое гнездо с птицами в парке Черное озеро – решать вам. Главное, что искусство повсюду. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюс.